Уж полночь близится, а Германа все нет. Графиня была так стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час? Он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Этот Герман продолжал Томский. Лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеонов, а душа Мефистофеля. Я уверена, писала она, что вы имеете честное намерение и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. Он стоял у самого подъезда. Закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Друзья мои, я прямо с телефона выбрал некие афоризмы, которые есть в сети интернет по этому произведению. В принципе, любой вот бери, как бы вот этот афоризм, и картина уже как бы воображение возникает. Вот Виктория Щербакова, «Пика и дам», 2024 год, две работы. Я как-то прочитал, что... Герман немец. Он расчетлив. Вот и все, заметил Томский. Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Карты. Желание выиграть, желание победить. Вот. Да кто-то сказал, что Виктория написала свой автопортрет. Я читал в сети. Кто-то сказал. Ну что ж, все мы живем в своих же произведениях. Это правда. Как и Пушкин в «Пик в и даме». В общем-то, тут очень много, конечно же. Тройка, семерка, туз. Это та самая мечта, которая живет в современном человеке. Вот, понимаете, то ли наследство, то ли золото найти, то ли выиграть какой-нибудь, не знаю, конкурс. Например, я вот фотографией занимаюсь, фотоконкурс с большими-большими деньгами. Это вот все мы из этого состоим. Так что пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Но это все, вот у этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе. Горь их чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелые ступени чужого крыльца. Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Вот вам и Пушкин, понимаете, вот вся его мысль, вся его философия в произведениях его. И, конечно, она, вот с точки зрения евангельской позиции, ну, Евангелия самого, вот она, не имея истинной веры, человек имеет множество предрассудков. Как это верно в сегодняшнем дне, не так ли?